И вновь в эфире телеканала Обинск ТВ программа «Постфактум» Хроника событий прошедшей недели в студии Нина Замахина. Здравствуйте! Главная тема сегодня. Проголосовали против. Обинские депутаты не поддержали повышение тарифов на коммунальные услуги. Подписано соглашение о сотрудничестве Калужской области и Росатома. В среду Обинск посетил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. Об экономическом развитии. Губернатор рассказал журналистам о том, с какими итогами завершает год Калужская область. Итак, обратимся к наиболее заметным событиям уходящей недели. На заседании областного правительства в понедельник официально был представлен новый заместитель губернатора. Им стал Геннадий Новосельцев, до этого возглавлявший администрацию соседнего Собнинском Боровского района. Должность замы освободилась после избрания в Государственную думу Александра Авдеева. Теперь Геннадий Новосельцев будет курировать социальную сферу региона. В этот же день состоялось еженедельное совещание в Обинской администрации, которое вновь начали с темы погоды. Вопреки тревожным прогнозам МЧС, повторение ледяного дождя на территории Наукограда не случилось. Доделали то, что оставалось после такого большого снегопада Пикова. Все в рабочем режиме, без каких-то особых эксцессов. Ну, я не думаю, что доделали, потому что дороги, конечно, убрали хорошо, однако тротуары очень скользкие, крайне скользкие в городе тротуары. Практически везде, где не прошел трактор, где не было уборки, нигде не посыпано. Энгельса, Маркса, Урьянова, Вишенко. Глава городской администрации, известный своей любовью к пешим инспекциям, особо отметил не лучшее состояние тротуара на центральной Обнинской улице, проспекте Маркса. Пешеходная зона вдоль многоэтажек до сих пор является частью территории, которую должна убирать местная управляющая компания. Владислав Шапша поторопил коллег с оформлением документов. Широкий тротуар, которым каждый день пользуются сотни людей, должны чистить городские службы. Не тяните время, а то все администрации пойдем убирать с лопатами, если у нас не будет юридических оснований, чтобы это делали МПКХ. Это я не шучу. Не можем на бумаге написать, значит будем с лопатами ходить. Направили, да? Хорошо. Обсудили на совещании и результаты ремонта, проведенного в городском доме офицеров. Этой осенью в старом здании практически заново создали системы отопления и вентиляции. И вентиляция тоже работает, и сейчас мы находимся тоже именно в стадии проверки исполнительной документации. Запускали все экспозиционные работы, проведены все в срок, все системы работают. Что касается творческого наполнения Дома офицеров, то эти задачи на себя взял художественный руководитель Олег Демидов. Он, правда, пожаловался, коллективы идут сюда неохотно, из-за того, что доступность не шаговая. Те, кто выразил свое согласие, в основном из театральной среды, как и сам худрук. Естественно, что никто из них не расписывался кровью, но... Итак, это театр авторской песни «Оазис» Оксана Рачкулик, фестиваль молодежных театров «Москва-Калуга», фестиваль «Ветер перемен» Евгения Клавидзе. Конечно, возрождать жизнь в ДОФе будут не только театралы, но и молодые ученые, и офицеры. Есть идея организовать здесь боксерские поединки. Для полного счастья Олегу Демидову не хватает оборудования, способного осветить старый зрительный зал под новым углом. Все упирается в деньги. Подиум в центре зала, квадратная ферма. Таким образом, мы отвлекаем зрителей от стен, потолка, пола, которые пока еще находятся в очень сложном, как вы видели, состоянии. 4 миллиона 300 тысяч. Но Александр Балабин, с которым это все обсуждалось, сказал, что это можно сделать намного дешевле. При этом первая театральная премьера состоится в Доме офицеров 17 декабря. Финалом рабочего совещания у главы Обнинской администрации стало награждение почетной грамотой главного санитарного врача города Анатолия Иванова. После чего он объявил о добровольной отставке. Ушедшего на пенсию руководителя временно заменит начальник отдела санэпидемстанции Татьяна Красноцветова. Прощаясь, Анатолий Иванов вспомнил о сложных периодах работы и поблагодарил коллег за поддержку. После чего прочитал проникновенные стихи. А когда все в порядке, о нас забывают. К сожалению, такое частенько бывает. Мы зато не в обиде, такая работа. О здоровье здоровых, вся наша забота. Я всем вам желаю здоровья, добра и удачи. Екатерина Замахина, Алексей Резвых, Обнинск ТВ. Во вторник прошло очередное заседание Обнинского городского собрания. Депутаты обсуждали самые разные темы. От проблемы бездомных животных до перспектив повышения тарифов на коммунальные услуги. Екатерина Замахина продолжит. Первым выступающим на очередном заседании городского собрания стала не депутат, а зоозащитник. Руководитель центра Новый Ковчег Анна Могильнер поделилась залом своим профессиональным мнением о том, что метод стерилизации гораздо эффективнее от стрела и безвозвратного отлова животных. У нас сейчас порядка ста собак. Если нам впихнуть еще 50, то я вообще не представляю, что это будет твориться. И мы предлагаем перейти на другой метод, метод отлов, стерилизации, вакцинации и возврат. Не менее важным условием в борьбе с увеличением в городе количества бродячих собак Анна Могильнер назвала и формирование у общества ответственного отношения к животным, а также принятие соответствующих законов на федеральном уровне. Вот, наверное, все. И последнее, что я хотела бы сказать. Я вчера зашла на сайт госзакупки и с удивлением узнала, что, оказывается, администрации заключен договор с ИП Жабин В.Я на отлов и содержание собак в городе Обнинске. До 30 июня, суммой 285 тысяч рублей, но товарищ Жабин В.Я, это ИП, которое зарегистрировано в Ногинском районе, и многие зоозащитники о нем уже знают. У нас есть большая... Вот я сейчас принесла несколько документов, которые говорят о том, что, например, письма в прокуратуру на этого товарища Жабина. Репутации ИП Жабина тут же заинтересовался глава Обнинской администрации Владислав Шапша. Он попросил Анну Могильнер о помощи в поиске доказательств неблагонадежности получателя бюджетных средств. Я буду признателен, если наши зоозащитники возьмут на себя такие обязательства, так скажем, проконтролировать, насколько качественно этот товарищ выполняет... В Ногинске ездить? Вот мы вам поможем, если надо обеспечить транспорт, мы дадим, отвезем. Но нам важно, чтобы все-таки, если это действительно недобросовестный исполнитель, чтобы это было выявлено, и контракт с ним в этом случае будет расторгаться. Далее микрофоном завладел прокурор города Дмитрий Чумак. Его ведомство опротестовало законность городских правил благоустройства. В частности, тех пунктов, которые касаются парковки на газонах. Именно на их основании обнинских водителей сейчас штрафует система паркон. Дело одного из таких нарушителей дошло до областного суда. И решением Калужского областного суда было признано незаконным, как привлечение лица к административной ответственности по статье 1.1 закона Калужского области, так и решение обнинского городского суда. И мотивировку этого решения, она четко говорила о том, что правила благоустройства в этой части, они дублируют федеральное законодательство. И устанавливают дополнительную ответственность, которая уже предусмотрена кодексом об административных правонарушениях. Прокурор предложил городскому собранию скорректировать муниципальный документ, а пока принять протест. Но на защиту паркона вышел депутат Лев Березнер, который сослался на опыт столичного региона и изучение ПДД. Возникает какая-то, в моем понимании, правовая коллизия. Правила ГИБДД этого не делают. А когда мы пытаемся за счет введения этого пункта в правила благоустройства, хоть как-то призывать к какой-то ответственности этих людей, нам тут же приходит протест прокуратуры. В итоге протест прокурора большинством голосов депутаты отклонили. И тут же приступили к обсуждению будущего в сфере повышения тарифов на коммунальные услуги. С середины следующего года рост цен за эти услуги в Калужской области составит 3,4%. А вот в Обнинске эта цифра, согласно представленному проекту, должна составить 10%. Рост 10% складывается в связи с тем, что в 2017 году планируется дифференциация тарифов на газ для населения по видам потребления газа. По максимуму рост платы за коммуналку почувствуют обладатели плиты и газовые колонки. Это примерно 24 тысячи обнинцев. Для них тарифы вырастут как раз на эти 10%. Именно с такими параметрами в этот вечер предстояло согласиться депутатам. При этом выбор был непростой. Если вы не проголосуете за данное решение, то размер превышения должен компенсироваться из местного бюджета. Однако народные избранники решили в этот вечер плыть против течения. Пусть и за счет нерезиновой городской казны. Кто за, прошу голосовать. Кто против. Следующая встреча обнинских депутатов состоится через две недели, 6 декабря. Екатерина Замахина, Алексей Резвых, Обнинск ТВ. 23 ноября Обнинск посетил глава Росатома Алексей Лихачев. Он побывал в физико-энергетическом институте, где встретился с губернатором Калужской области Анатолием Артамоновым. Итогом общения стало подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Калужской области и руководством Росатома. Отвечая на вопрос о том, что выигрывает регион от сотрудничества с Росатомом, Алексей Лихачев пообещал, что вклад корпорации в социально-экономическое развитие Калужской области станет более весомым. Он также отметил, что в регионе сложились уникальные условия для развития отраслевой науки, а связь науки, производства и бизнеса сейчас наиболее близка. Это, видимо, влияние в том числе и той атмосферы, той инвестиционной, очень комфортной обстановки, которая есть в регионе. Ну, соответственно, будем вкладываться в эту атмосферу. На пресс-конференции, состоявшейся в Калуге в среду, главу региона Анатолия Артамонова спросили о том, с какими экономическими результатами подходит к концу года Калужская область. Губернатор рассказал журналистам о том, что объем промышленного производства в этом году вырастет на 7%. При этом считающийся проблемным сектор автопрома покажет рост индекса производства в размере 113%. Анатолий Артамонов привел подробную статистику роста количества продукции, уходящей на экспорт. А это значит, что производители, базирующиеся в Калужской области, продолжают осваивать и зарубежные рынки. Аграрный сектор также не отстает и уже третий год демонстрирует устойчивый рост. Ожидается, что в этом году надой молока с одной коровы составит 6000 литров, а общий объем его производства увеличится на 10%. В условиях сегодняшнего кризиса Калужский регион не теряет свою привлекательность и для инвесторов. В этом году были открыты 8 новых промышленных предприятий, а до конца декабря запустят еще 3. В 2017 году в регионе планируется открытие еще 9 производств. И доля отечественных инвесторов в последнее время существенно выросла. Теперь у нас инвестиционный портфель составляет 171 контракт. Суммарный объем инвестиций под тем соглашением, которое мы подписали в этом году, 476,2 миллиарда рублей. И это будет около 45 тысяч новых рабочих мест. Вот такие новости. Они, в общем-то, неплохие. Вот о чем мы расскажем далее. Свежий взгляд на науку. Форум молодых ученых ЦФО открылся в Обнинске в минувшую среду. Нейтроника-2016. Научно-техническая конференция, посвященная нейтронно-физическим проблемам атомной энергетики, прошла в Обнинске. Атомный класс для детей. В одной из Обнинских школ заработал проект в рамках программы «Росатома». Форум молодых ученых ЦФО собрался на этой неделе в Наукограде. Цель конференции – укрепление межрегионального взаимодействия молодых ученых и развитие системы советов молодых ученых. Открытие форума состоялось 23 ноября в Доме ученых. С приветственным словом к участникам обратился глава региона Анатолий Артамунов. В церемонии открытия форума также участвовали депутат Госдумы от Калужской области Геннадий Скляр и ректор Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Михаил Стриханов. Глава одного из крупнейших федеральных вузов, филиал которого успешно действует в Обнинске, напомнил собравшимся о том, что как раз в эту среду в Москве заседал президентский совет по науке и образованию. И на этом совете будет приниматься стратегия научно-технологического развития страны. Это достаточно серьезный документ, который определяет даже на среднесрочную, долгосрочную перспективу, как будет развиваться вот эти три ветви наука, образования и технологии. И вы понимаете, что эти три ветви, они связаны между собой. Свои приветственные слова гостям Наукограда адресовал и глава городской администрации. Владислав Шапша считает, что ученые обладают особым даром видеть мир под другим углом. И вы, те люди, которые в очень скором будущем, а многие уже и в настоящем, можете привнести в этот мир то, чего до вас не было. Это редкая возможность, и, наверное, поэтому вы идете в науку, потому что это редкое удовольствие, наверное, да, знать, что сделал то, чего до тебя никто никогда не делал. И я вам маленький секрет открою. Вы здесь, ну, многие из Обнинска, многие приехали в наш город замечательный. Здесь есть еще такое качество в Обнинске, в Обнинске умеют дружить. И когда вы будете заниматься наукой, наукой в Обнинске, вы обязательно посмотрите вокруг, и вы найдете очень много интересных друзей. И с этими друзьями вы будете делать науку в будущем. Почетные гости также посетили выставку продукции научных институтов и предприятий Калужского региона, которую представляли молодые специалисты. Конференция будет проходить на нескольких городских площадках в течение двух дней и завершится в пятницу, 25 ноября. Екатерина Замахина, Алексей Резвых, Обнинск ТВ. Научно-техническая конференция, посвященная нейтронно-физическим проблемам атомной энергетики, в течение трех дней работала в Обнинске. Учредители конференции, госкорпорация «Росатом», физико-энергетический институт и Российский фонд фундаментальных исследований. А в числе участников представители более 20 ведущих научных организаций страны. Во время работы научно-технической конференции «Нейтроника-2016», прошедшей в рамках атомной недели на одной из площадок физико-энергетического института, со своими докладами выступили более 80 научных сотрудников атомной энергетики из различных российских организаций, вошедших в состав госкорпорации «Росатом». В течение трех дней ведущие специалисты искали пути решения ряда злободневных проблем, касающихся атомной отрасли. Такая конференция, как «Нейтрон-физические проблемы атомной энергетики», позволяет нам сделать вывод о том, что те проблемы, которые здесь обсуждаются, они важны не только в разряде или в отрасли энергетических реакторов, но также все вопросы, которые здесь обсуждались, они применимы и в медицине, и в энергетических технологиях, и в космических технологиях, и в материаловедческих технологиях. То есть это огромный-огромный пласт. Как рассказал один из организаторов, изначально конференция задумывалась как узкопрофильный семинар, но с каждым годом приходило все больше заявок на участие. В этом году ученые разделились на 8 секций, где подробнее обсудили темы развития ядерной энергетики и моделирования топливных циклов, нейтронной кинетики и нестационарных процессов, численных методов и проблем моделирования, констант для нейтронно-физических расчетов, анализа и исследований нейтронно-физических характеристик реакторных установок, спектрально-нейтронных исследований в ядерных установках. Хочется отметить также секцию, которую вел я. Это была секция, посвящена перспективным реакторам. В последние десятилетия есть вопрос по реакторам малой мощности. Эти работы здесь, на нашей конференции, также очень бурно обсуждаются. Уделяется достаточно много времени у именитых специалистов этой тематики. А с пленарными докладами стратегического назначения выступили заместители генерального директора предприятия концерна «Росэнергоатом» Олег Сараев и главный научный сотрудник отделения космических энергетических систем ФИИ Петр Диченко. 25 ноября были подведены и итоги конкурса молодых специалистов. Первое место было присуждено научному сотруднику ОКБ «Гидропресс» Алексею Скобелеву. После официальной церемонии закрытия конференции для ее участников была организована экскурсия на первую в мире атомную электростанцию. Евгения Борода, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ В минувшую среду в одной из обнинских школ появился необычный атомный класс. Кабинет, укомплектованный самыми современными приборами, предназначен для учащихся, которые уже в школе будут готовиться к поступлению в профильные вузы и к последующей работе в научных организациях и институтах, прежде всего, ядерной отрасли. Современное оборудование для образовательного учреждения закупил Росатом. И к другим темам. В сценах Балабановского дома культуры уже не в первый раз проходит открытый фестиваль любительских театров «Пять вечеров». В прошлое воскресенье состоялся очередной спектакль, представленный Калужским молодежным театром «Открытые двери», собравший полный зал зрителей. Открытый фестиваль «Пять вечеров» Балабанова проходит уже в шестой раз. Его идею и историю создания рассказала руководитель народного самодеятельного коллектива молодежного театра «Стиль» Ирина Артамонова. Я закончила Московский государственный университет культуры и искусств, и все мои однокурсники, ну не все, но частично стали заниматься театрами. И мы решили, что где-то должно появиться такое место, когда от Москвы до Калуги мы будем все собираться и устраивать такой большой театральный праздник. И произошла идея сделать «Пять вечеров». Приехали мои однокурсники, привезли свои постановки, и фестиваль год за годом пошел. С каждым годом организаторы «Пяти вечеров» обрастали новыми друзьями и знакомствами. Фестиваль стал очень популярным, и со временем в его кругах стали появляться и другие театры и режиссеры. И теперь у нас уже от Москвы до Калуги большое такое тоже самобытное сообщество театралов. Мы ездим друг к другу в гости, они приезжают к нам. Зрители полюбили этот фестиваль, у нас практически на всех спектаклях аншлаги, его ждут. В этом году в фестивале будут участвовать такие города, как Малый Ярославец, Обнинск, Калуга, Москва и Балабаново. 20 ноября зрителям представили комедию «Калужане». Артисты молодежного театра «Открытые двери» показали на сцене спектакль «Мишель» по пьесе Валентина Озерникова, режиссером которой стала Наталья Грибанова. История о женщине, которая ждет своего единственного, да, и вот он появляется в образе монтера. Хотя на самом деле он не монтер, но кто он на самом деле вы увидите в спектакле. И ничего я не перепуганная. И потом. Я дома не одна. А он не кусается? Кто? Ваш пёс. Какой пёс? А Мишель, разве не собака? Почему собака? Это мой муж! Извините. Нет, просто вы так сказали, покормлю. Следующую театральную постановку зрители смогут увидеть уже 27 ноября. Московский театр «Студия» покажет спектакль «Один день из сельской жизни» режиссера Алексея Доронина. Яна Гончаренко, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. В Боровском музейно-выставочном центре состоялась вторая всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 75-летию Московской битвы и освобождению Боровского района от немецко-фашистских захватчиков. В ходе мероприятия выступили с докладами краеведы, писатели, музейные работники и архивисты. 19 и 20 ноября на границе Московской и Калужской областей прошел пеший марафон под названием «Тропа мужества». Участники мероприятия преодолевали дистанции 35 и 15 километров по пересеченной местности. Самым заметным спортивным событием недели по праву можно назвать ежегодное соревнование среди представителей региональных организаций «Общества Динамо», открытие которых состоялось 22 ноября в спорткомплексе «Олимп». В течение четырех дней на дорожках 50-метрового бассейна выступали представители 20 регионов России от Севастополя до Владивостока. Это 150 спортсменов от 18 до 52 лет, среди которых 10 заслуженных мастеров спорта, 25 мастеров спорта международного класса и 50 мастеров спорта. На церемонию открытия соревнований многие надели футболки с символикой силовых ведомств, в честь которых они готовились защищать. Это подразделения МВД, ФСБ, МЧС и Федеральная служба исполнения наказаний России. Наш регион впервые выступает хозяином этих традиционных соревнований. Калужскую организацию «Динамо» в заплывах представили 13 человек. «Лучшие из лучших будут представлять Калужская «Динамо». Мы являемся лидерами нашей группы. В прошлом году мы заняли первое место по плаванию. Надеемся в этом году повторить этот же успех». Вот такой мы увидели уходящую неделю. О событиях, которые произойдут в ближайшие дни, вновь расскажет программа «Постфактум», которая выйдет в эфир в следующее воскресенье. Всего доброго и до встречи!